Божья помощь урок. Наш урок посвящен Сукоту, и мы посмотрим на Сукот глазами психологии, хасидизма, кабалы. Не Аллахи. Про Аллаху будем говорить мало. Ну, разве что немножко. Расскажу историю, маленькую историю, и я решил ее рассказать прямо вот сейчас. До этого я и не думал, что я так начну. Левий Искак из Бердичева, он в синагогу пускал обычных людей, простых людей. Она была открыта для простых людей. Очень много там было людей. Честно говоря, похоже на то, что происходит у нас. У нас чудо. Все вместе. Евреи, не евреи, люди из народа мира, которые верят в Единого Всевышнего, молятся вместе с евреями, рядом, кушают, идем в Сукот, славим Всевышнего. Красота. Так он пускал всех. Но ему как-то все-таки задали вопрос. Вы такой там раввин, праведник, садик. Почему вы пускаете всех подряд? А он как-то в шутку ответил. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Он ответил, говорит, когда я уйду и попаду в будущий мир, я подойду к... Там тоже есть сука. Вы знаете, что тот мир, это отложение... Точнее, наоборот, этот мир, это отложение высшего мира. Ну, можно и наоборот сказать. Какая там сука в том будущем мире, я не знаю. Он говорит, я подойду к суке. И, конечно же, в будущем мире в суке будут сидеть кто? Праведники, цадики. И когда я подойду к суке, меня на входе остановит охранник. И скажет, ты куда идешь? Здесь такие праведники сидят. И такие большие люди. И тут один из охранников скажет, стоп, подождите. Он же там. В этом физическом мире пускал всех в свою суку. Поэтому, пожалуйста, дайте ему пройти. О чем эта история? О том, что Бог нам дает достаточно или много? Я вам уже задавал этот вопрос. Бог дает нам много. Слава Богу. Вот далеко не по нашим делам нам дает Бог. Далеко не по нашим делам. Если ты даешь кому-то больше, так будет общаться с тобой. Ты даешь больше хреса да кому-то, прощаешь. Так и на тебя будут смотреть. А если ты за каждый проступок говоришь, что этот человек виноват, ты виноват, ты не так сделал, ты так, ты сяк. Слушай, точно так же будут судить и тебя. Умей пользоваться хеседом. Ведь мы созданы по образу и подобию Всевышнего. Поэтому сука это самый прекрасный момент, отражающий вообще нашу человеческую жизнь. И теперь немножко об этом поговорим. Есть много еврейских организаций различных. Хесед пришло в голову. Хаббат в частности. Другие какие-то организации. И каждая организация, она использует какой-то символ. Благо в еврестве много символизма. Ну, к примеру, вы там видите, вон звезда Давида наверху. Вон есть скрижали. Там даже есть руки благословляющих коинов. Какие еще есть символы? Ханука. Ханукия. Многие организации используют в своем, в свое изображение Ханукию. Но, честно говоря, вот честно говоря, самый главный символ еврейского народа – это сука. Вот реально, это сука. Все остальные символы постольку, поскольку. А сука отражает вообще суть еврейского народа. Когда произошел выход из Египта, из рабства? Еврейский народ двинулся. Это было путешествие длиною 40 лет. Потом зашли в землю Израиля. Ну, сколько они там пробыли? Пока книга Егора рассказывает, как захватывали эту землю. Не очень-то получилось, как Бог велел. Потому что где-то расслабились. А потом опять галут и знания. Вот посмотрите, рассеяние еврейского народа полностью по всему миру. Но мы же знаем, что просто так ничего не происходит. Так вот, сука – это символ того, что происходит вот это путешествие даже сейчас. Почему рассеяние еврейский народ? Мы с вами читали главу, в которой написано, что по количеству еврейского народа в мире, количество народов мира. Потому что еврейский народ, я говорю, за соблюдающих правильных евреев, как наш Ребе, к примеру, это народ священников, который получил Тору и раскрывает Тору, а вместе с народами мира мы будем менять этот мир. Так вот, нас рассеяли только лишь для одной цели. Так говорит Каббала. Собрать искры святости. Их осталось собрать как бы не так уж много из общего количества. Говорят, 86 искр осталось собрать. Что это означает? Не будем как бы гадать, это тема другого как бы мистического урока. Но искр святости – это что? Твое поведение, это те, кто проходит ги-юр, это те народы мира, которые начинают признавать Всевышнего. И эта задача ложится на каждого человека, на каждого еврея, и каждого нееврея, который рядом с еврейским народом. Потому что знаете, что если есть неевреи, я думаю, здесь тоже, может быть, я не нужно поднимать руки, но вы уже не ответственны просто за себя. Вы знаете, когда евреи что-то сделают, кто виноват? Все евреи. Все евреи. Это очень неправильно. Но в этом есть огромный смысл. Еврейский народ должен выполнять свое предназначение. К сожалению, во многом он не выполняет. Это касается и нас с вами, наверное, тоже. Где-то у нас есть недоработки в соблюдении субботы, еще чего-то. Вы понимаете? Так вот, сука это самый главный символ. И говорят, что когда придет освобождение, придет машина, придет раскрытие самого великого света, будет одна большая сука, в которую поместятся все. Она будет сделана из кожи левиатана, вот этой рыбы большой. Здесь тоже есть очень скрытый смысл, потому что рыба под водой, защищена, живет в другом скрытом мире. Произойдет вот раскрытие чуда, раскрытие Всевышнего. И каждая наша заповедь, которую мы выполняем, это приближение этого дня. Нельзя присоединиться ко Всевышнему, кроме как к выполнению заповеди. Знаете, любая заповедь Бога, вы касаетесь самого Бога. Она пронизывает все миры полностью. Осия, яйцера, брия, целут, и даже выше, до самого Бога. Ты трусишь лулав, которым мы сейчас эту заповедь выполняем. Вот ты в этот момент привозишь такой свет в этот мир, ты не можешь даже себе представить. Поехали про суку. Итак, сука. Три стены минимальные, да, вы это знаете. Минимальные размеры, там, где человек может сидеть и писать. Это, по-моему, 82 сантиметра высота, 57 сантиметров ширина. Не диаметр, а ширина, да. Можно стульчик и столик. Там, где человек может жить, смотрите. Там, где человек может жить, это уже сука. Но должно быть три стены. Обязательно три стены. У нас есть такое понятие, три очень главных еврейских праздника. Роглаем, как ноги, как тренога. Это Песах, Шавуот и сам Суккот. Нельзя взять и какой-то этот праздник убрать. Первый, это выход из рабства. Второй, получение инструкции. Закачал в телефон программу, куда тебе надо ехать. А Суккот поехал. В Суккот, ты находишься как раз в пути. Вы понимаете? И вот эти три стены, это как такой намек на эти три праздника. Что человек должен понимать свою задачу в этом мире. Первое, не быть рабом. Каким рабом? Рабом египтян. Не тех египтян, которые сейчас открывают отели на Красном море. Это нормальные египтяне. Тех, кто занят чисто материальностью. Это большая проблема, когда человек разрезает духовность и материальность. Когда я захожу в синагогу, класс, я воодушевлен, я молюсь. А дальше, а дальше жизнь, которая не касается Бога. Так знаете, нет, Бог везде. Он идет с тобой везде. И символ этого как раз Сука с ее тремя стенами. Потом она накрывается крышей. Схак, Схак, Гематрия, слово Схак 100. Мы делаем 100 трублений в Рошашана. Трублений в Шафар. 100 трублений это символ происходящих процессов суда над человеком. Что за суд? Бог проверяет, я тебе дал такой потенциал. И сказал тебе в этой жизни быть вот таким-то, таким-то. Ну, хорошим человеком. Как Бог хочет. А теперь, каким же ты стал? Давай это взвесим на веса. Так вот это символ того, Схак. Выполняет человек свое предназначение? Либо нет. Схак должен быть, вы знаете, с дырочками. Получается, что то, что наверху, каким-то образом проникает вовнутрь. И свет, и дождь, и воздух, и все остальное. Там его гораздо больше, за крышей. А здесь, в Суке, то, что мы видим, доступно. Смотрите. Главное, чтобы Схак давал тень. Правильную тень. А тень когда появляется? Какие две составляющие нужны для тени? Первое. Свет. Свет. Второе. Объект. Великолепное замечание. И человек, и весь этот материальный мир. Но весь материальный мир, он не имеет никакого значения без кого. Без человека. Двадцать пятого иллюля был создан мир. Но он стоял и не двигался. Как в фильме. Автостопом по галактикам. Покрасили птичек. Трава выросла. И мир стоит. Вообще вот так. Ни дождя нету, ничего. Только появляется человек. Все. Ветер подул. Дождь пошел. Представьте этот мир без людей. Вот просто на секунду. Воображение у всех есть. Представьте. Будет миру лучше или хуже? Лучше. Конечно. Очистится. Деревья будут расти. Саблезубые тигры или какие там бенгальские опять восстановятся. Человек здесь натворил довольно-таки много. Но кто оценит красоту этого мира? Никто. Только мы. Человек это самое главное. Так вот эта сука. За ней очень много всего. Очень много. Внутри мало. Это и есть этот мир. Мир находится в Боге. Бог это бесконечность. Он взял, освободил место в середине себя. Сделал этот мир. И поместил в эту суку человека. Сука имеет смысл без человека этот шалазм. Никакого смысла. Вон она сейчас стоит. Никого там нет. А буквально 10 минут назад вы там сидели. Говорили благословение. Кушали. Потом говорили благословение после еды. Прекрасно общались. Сейчас вы сытые, довольные. И даже смотрю не засыпаете. Это очень прекрасно. Это я себя хвалю. Наверное где-то я хорошо рассказываю. С Божьей помощью. Так вот сука это наш мир. А мы находимся там. Сама по себе сука имеет значение? Никакого. Без человека внутри. А что имеет значение? То, как мы себя там ведем. В этой суке. Как нам заповедано вести себя в суке? Радоваться. Мы должны радоваться. Очень часто человек в большинстве в своем грустит. Почему? Ну честно говоря у всех есть какие-то проблемы. И можно задать вопрос. А как же радоваться если есть проблемы? Как себя заставить радоваться? А вот именно слово заставить. Это значит взять, сделать усилие. Направить. В правильное русло. Один человек писал Рэбе и говорил. Вот у меня так плохо, так плохо, то плохо. Рэбе ему пишет ответ. Говорит как плохо? Подожди. У тебя есть жена. У многих нету. У тебя есть дети. А у многих нету. У тебя там дети здоровые. Слава Богу про всех будет сказано. У тебя есть то, что сделал Рэбе. Он его направил в фокус. Думай хорошо и будет хорошо. Хорошее русло. Найдите в себе что-то хорошее. Я это себе сейчас говорю. Смотрите, мы с вами живы сегодня. Сидим, слушаем. Вот то, что я вам говорю. Почувствуй себя. Может у тебя есть то, что тебе не нравится. Так у тебя есть шанс это выбросить. Зачем это таскать с собой? Выброси. Но напрячься придется. Понимаете? Надо уметь заставить себя почувствовать в суке, которая называется миром, радость существования. Ведь Бог создал нас с вами. Меня, тебя, тебя, тебя. Всех нас. Думаете, он хотел, чтобы ты грустил? Вот не хотел далеко. Он хотел, чтобы ты радовался. Грустишь из-за чего ты? Только из-за своего поведения, из-за своего мышления. Надо уметь найти в себе силу переключить мышление на позитив. Это очень трудно. Но это меняет жизнь. Реально меняет жизнь. Вот сука, это символ отношения к нашему миру. Сам по себе мир, ничто. Что важно в мире? Твое поведение и ты, как ты живешь, как ты общаешься со своими друзьями, женой, детьми и так дальше. Это раскрывает Творца. И это символ самой веры. Смотрите, это крыша, которая является вот с такими дырочками. Когда ты сидишь ночью, да? Вы же ночью вечером сидите, когда темно в суке? Там есть звезды? Есть. Ты их видишь? Нет. Конечно нет, потому что в суке есть свет. Когда в суке выключают свет, а? Ну, светло, чуть-чуть. В суке чуть-чуть светло. Дырочки маленькие, звезды есть, но ты их не видишь. Ну, ты знаешь, что они есть. Это как называется, честно? Давайте более правильно. Докажи мне, сидя в суке, что есть звезды. Ну, я вам докажу так. Вера тоже, извините, вера тоже там не кончается реальность. Вот и все. Слово вера? Да. Без слова вера? Нам не обойтись. Бог не зайдет сюда и не скажет, добрый день, царь, добрый день, царь, царь. Он так не скажет. Никогда. Но наша душа, в ней есть уже сила, чтобы признать Творца и понять, что Он есть. Посмотри на божественность мира. Посмотри на то, как деревья дают нам кислород, а мы ему не кислый газ. Как вода находится в своих границах. Как есть еда для нас, воздух и так дальше. Посмотрите, вот мои размышления. Вот птицы, кошки, собаки. Вот честно, давайте скажем только честно. Давайте птиц возьмем. Они в чем-то нуждаются? Ну, им надо в еде, да. Она есть для них? Предостаточно. Бог заранее обо всем подумал. Птицы не имеют божественной души. Это чистое, чистое, чистые инстинкты, да. Созданное Творение Богом. Бог его создал и дал для его жизни все. Как вы думаете, Бог создал нас с вами, мыслящих, человека, Адам? Он для нас дал все? Заранее уже дал. Заранее дал. И только из-за того, что мы себя неправильно ведем, о чем мы с вами говорили, нарушаем контракт с Богом, где-то мы что-то не получаем, либо получаем в ответ на свои действия, получаем какие-то страдания. Опять же, для чего? Для того, чтобы возвыситься. Вера, вот схах, крыша, это символ веры. Дождь, который идет там, он там гораздо больше. Света там гораздо больше. Там немыслимое количество света. Но Бог специально убрал себя и дает нам кусочки этого света, этот воздух, этот дождик, который пропускает схак для нас, чтобы мы могли существовать. Вот сука, это символ нашего мира. А нахождение в ней, это символ правильной жизни человека. Как радостно. Как правильно. Как вместе. Как сыто и так далее. Дождик пошел, ну ничего, потерпим где-то. Чуть-чуть. Ну желательно, чтобы он нас не затопил. А маленькие дожди говорят, даже это благословение, находясь в суке. И это заповедь удивительная. Я думаю, вы об этом уже знаете. Это единственная заповедь, которая охватывает человека в целом. Вот заходя в суку, он тебя охватывает полностью заповедь. Если лулав, только руки, покрусил и убрал. Тфелин, голова и рука. Снял, забыл. Талит, он на плечах висит. Этот цицит, он только туловище прикрывает. Катан, да? Сука охватывает тебя полностью, это чудо. Как охватывает тебя мир. Так получается, если аналогия суки это наш мир, так аналогия, что нахождение твое в этом мире, это и есть заповедь. Ты уже выполняешь волю Творца. Ты здесь появился. А дальше, ну начни ее выполнять осознанно. А не так, куда тебя как бы поведет. Куда тебя кинет. Волны, куда тебя будут кидать. В правый берег, в левый. У тебя есть два весла. Желание и действие. Греби этими веслами. И плыви в правильном направлении. Вот сука символ этого мира. Но, смотрите, если сука это, скажем, плацдарм для выполнения заповедей, то ты сам лично, твое настроение, твои песни, еда, которую мы благословляем. И лулав, это инструменты, при помощи которых мы выполняем свое предназначение. И вот именно лулав, это очень важный атрибут сугода. Вы знаете этот мидраж. Он известный, его все знают. Этрох, это символ людей, которые учат Тору и делают добрые дела. Ну, то есть заповеди. Потому что добрые дела бывают не всегда заповеди. Потом сам лулав, это пальмовая ветвь, которая символизирует финик, финиковая, да, где финики растут. Вкус есть, запаха нету, изучение Торы нет добрых дел. Мир есть запах, нету вкуса. Это добрые дела, заповеди, без изучения Торы. И ива, которая не запаха, не вкуса, она символизирует людей, ну, обычных. Утром на работу, вечером с работы, на выходных на рыбалку. Жизнь идет своим чередом, кого-то лучше, кого-то хуже. Я сейчас заметил, ни в коем случае не говорю, что это плохо. Так вот, они должны быть все вместе, обязательно вместе. Если я попытаюсь сделать это без этрога, ничего не получится. А теперь внимание. Если это ива, вот если вы возьмете, соедините в кучу эти четыре растения и понюхаете, чем будет пахнуть? Различными запахами. Чем будет пахнуть? Чем будет пахнуть? Этрогом. Правильно, лимоном. Он очень сильный у него запах. Будет правильный, и трог пахнет больше, чем мир. И особенно вот здесь, где они все соединяются. Почему я говорю именно в точке их соединения? Пахнет все этрогом. Так смотрите, та же ива, когда долго полежит на лимоне. Вот видите, листочек ивы. Положите на икрох. Заберите через два дня. Чем она будет пахнуть? Лимоном. Здесь ответ на наше, как мы себя должны вести. Будьте рядом с хорошими людьми. Будьте рядом с праведником. Будьте в правильном месте. Вы пропитаетесь этим запахом. Вы понимаете? Приклейся к правильным людям. Если ты пьешь с ворами, бойся за свой кошелек. Как пел наутилус помпил. Ну ты ж пьешь с ними. А потом жало у меня украли. Так ты ж там пил с ними. Ты, дурак, что ты там пил? Надо было валить оттуда. Иди в синагогу. Иди к учителям Торы. Иди к раввинам. Иди, если ты не еврей, есть куча у нас общин для народа мира. Иди изучать Тору. Мы же изучаем Тору для чего? Чтобы правильно жить. Она делает людей счастливее. Есть для этого пример. Потому что человек, который живет автоматически, не делает анализ своих поступков, надо рот открыть. А-а-а! Открыл. Надо вот что-то взбесился, взял и сделал. Нет. Человек отличается от животных контролем как раз. Действием и речью. Все. Животное действие по инстинктам. А мы, нам дана воля, свобода воли. Выбирай. Так вот, надо быть вместе. И теперь, смотрите. Без Ивы будет служение? Не будет никакого. Нам нужна Ива. Знаете, вот когда открылась синагога на Гагарина. Да. Открылась синагога на Гагарина. И там встал президент. Его все поздравляли. Он говорит, вы знаете, спасибо вам, прихожане. Почему? Потому что без вас не будет синагоги. Это будет пустое место. Вот, например, я могу честно говоря, спасибо, что вы меня слушаете. Никто же не обязывает вас. Ну, честно. Я же не буду ни за кем бегать и так дальше. Вы приходите, слушаете. Ну, наверное, интересно. Слава Богу. Так, спасибо вам, каждому. Здесь сидят разные люди. Кто-то больше знает, кто-то меньше. Уже тут ни о ком нельзя сказать не знает. Тут все знают. Что-то точно знают. Так мы все вместе. Каждый имеет ценность. Мы не можем без Ивы сделать, выполнять эту заповедь. И знаете, я такой интересный комментарий читал. Интереснейший. Вот Ива, это практически, вроде бы, это человек, который не имеет ни заповедей, ни изучения Тора. Это символ самого Бога. А знаете почему? Очень тонкое объяснение. Ива, она, казалось бы, вот как ничто. А с другой стороны, все наша деятельность, на кого направлено, самое большее, на кого? На Иву. Так это выполнение воли Всевышнего. Что хочет Всевышний? Жилище в нижних мирах. Он хочет, чтобы каждый человек, на максимально отдаленный от Бога, признал его власть и начал выполнять его заповеди. Вот Ива, это символ самого Бога. И посмотрите, где Ива растет в основном? Возле воды. Как она растет в основном? Раскрыто и много. Ива как раз показатель единства своеобразного, единства. Вот именно Иву надо напоить водой. И она тянется к воде. Надо только дать это. И это задача каждого человека. Услышал что-то историю? Ты обязан этим поделиться. Вы понимаете? Вот удивительно. Смотрите, какой переворот. Казалось бы, это рог. Ива. Имеет значение. Есть вот, как мы читаем псалом царя Давида перед благодарением, после трапезы с хлебом, да, вне праздничных дней. Там написано как? Что мы плакали, повесили свои арфы на Ивах, да? И что ждут какого-то будущего избавления. Так вот это и есть момент нашей работы. Ты зачем сюда пришел? Влиять на себя и влиять на других. Вот это запомните. Влиять на себя и влиять на других. И на других ты влияешь не только словами, а своим поведением. Вы это прекрасно знаете. И я это прекрасно знаю. И уже, когда мы находимся на острые иглы, а мы реально на острые иглы сейчас, потому что нас слушают люди. Вы знаете, я не буду, к примеру, всю Украину. Давайте Днепр возьму. Началась война. Какой самый был главный вопрос, когда меня встречали народы мира? Какой? Какой был самый главный вопрос народам мира после начала войны, который задавали люди мне? Нет. Да вы знаете этот, ну, слушайте. А Равин где? Да или нет? Я прав или нет? А Равин где? Людям было так важно узнать, что Равин, который имеет иностранное гражданство, да, он здесь, он наш, он здесь сколько там, более 30 лет, да? Он остался здесь, никуда не уехал. У него куча детей, жена, и сейчас все здесь. Равин был здесь, занимался общиной, помогал украинской армии, ни в коем случае это не афишировал никогда. Я-то знаю, я был включен в этот процент. Это был главный вопрос, мы на острые иглы, поэтому не надо даже говорить. На нас смотрят, на тебя смотрят, ты куда ходишь? В синагогу? Отлично. Теперь ты в ответе не только за себя, а за еврейский народ. Я вполне сейчас... Слушайте, это очень важно. И поэтому, когда человек себя ведет недостойно где-то, а я иногда это слышу, есть примеры, ну, слушайте, это ужасно. И мы должны с этим бороться. Это не касается уже нас только. Вы понимаете? Так это символ вообще нахождения в суке, честно говоря. И символ вот этих всех растений. У меня теперь вопрос. Смотрите, кто главный в этих четырех растениях? Ну, это рог, да? И изучение торы, и добрые дела. Да, почему, как мы называем эти растения? Как мы называем их? Лулав. Почему? Потому что в эти четыре они имеют. Стоп, кто главный? В смысле, кто главный? У нас этот рог символизирует праведника, правильно? Ну, правильно или нет? Да. Праведник это главный? Это главный. Почему называется лулав? Ну, вопрос. Нет, давайте так. Потому что он объединяет всех четыре, объединяются они все. Ты же берешь и лулав, и мир, и иву, и итрог. Давайте назовем его итрог. Почему Бог не назвал эти четыре растения итрогом? Ну, итрог же главнее. Это же имеет свое название, правильно? Правильно. И нужно собаку назвать его. Правильно. Почему? Потому что собака и есть собакой. Что главное в этом предназначении? Ну, Мерседеса, слушайте, что главное. Сама фирма Мерседес. Ты же не говоришь на Мерседес, что это какой классный радиоармин. Это объединение всего народа. Кто? Как кто? Вот этот лулав. Почему назван лулав? Давайте назовем мирт. Ну, почему? Смотрите, у нас есть четыре названия. Мирт, Арава, Арава, Адас, Лулав и Этрог. Почему назвали именно лулав? Почему выбрали из этих четырех растений, в которых, казалось бы, Этрог главнее, потому что у него есть и добрые дела, и изучение Тори. Почему назвали лулав? Ну, вопрос есть? Чувствуется вопрос? Вопрос чувствуется. Вопрос чувствуется, но я не знаю, как это правильно объяснить. Я пытался вам сказать, что вы эти дети там не... Не так, конечно, не так, потому что я... Я, может, извини, меня на трогу в телевизор, да? А что в нем есть? Экран, полупроводник? Хорошо. Почему назвали телевизор? Потому что он все это объединяет. Так объединяет... Смотрите, я могу выполнить заповедь без Этрога? Нет. Я беру Этрог, и только тогда я его беру последним, потому что он является, ну, таким главным. Этрог. Он самый дорогой среди них. Есть и по две тысячи долларов Этроги продают. Да. Ладно, не буду вас мучать. Этрог – это изучение Торы и добрые дела. Мир – это добрые дела без изучения Торы. А Рава – это не добрых дел, не изучение Торы. Лулав – это изучение Торы без добрых дел. Изучение Торы является главным. Будет изучение Торы, обязательно появятся и добрые дела, и понимание, и сможешь привести вот эту ораву, притянуть человека к правильной жизни. Поэтому и называется Нейтрог, потому что Торх – это праведник. Ему уже ничего не надо, он уже точно праведник. Ну, ему нужно, я говорю, в схеме растений, как бы. Мы же благословение говорим только на Лулаву, он лежит в стороне. А вот этот Лулав – это пальма центральная, позвоночник. Человек держится на ком? На позвоночник. Это самое главное у него. Прямоходящий, прямо стоящий. И поэтому изучение Торы является самым главным. Не знаешь, что делать – начни учить Тору. Там найдешь ответы. Там найдешь ответы, как дальше жить и как поступать. Вот точно. Она тебе скажет. Это является самым главным. Поэтому называется Лулав. И вот сказано у нас в Тегелим, что Всевышний, он дарует зрение слепым, он освобождает узников, он выправляет сгорбенных, и он любит праведников. И есть интересный такой хасистко-каббалистический комментарий, который находит это все здесь, в Лулаве. И говорит, что вот как раз Лулав – это позвоночник. Когда человек выпрямляется, вот в молитве Шмоне Исре, это самая главная часть молитвы, Амида, у нас есть четыре поклона. Говорят, человек, который не кланяется, он будет потом как змея ползти. Почему? Потому что символ змеи – это юлить, да? Это юлить, это хитрость и так дальше. А символ прямо стоящего – это битву. Солдат. Хоп! Я готов делать, что мне сказал, скажет мой командир, да? Так это символ сотрудничего еврея. Что мне сегодня надо делать? Так, прочитать Амиду, Мусов, Галель, обойти Биму, потусить Лулавом, дать здаку, и я это все сделаю. Понимаю я, не понимаю, знаю. Всевышний, ты так сказал, я буду делать. Всевышний говорит, не лошонь, не лошонь, как правильно сказать, не лошонь, не лошонь, да? А ты с удовольствием открываешь рот, и тут ты вспоминаешь, ты говоришь, стоп, мы не можем говорить зло от этим человеке, когда его рядом нет, кроме Путина. Ну, геополитический вопрос, это чуть-чуть грубая. Я имею в виду наши внутренние моменты. Мы не можем, вот тебя нету, извини, чтобы тебя, пример, а мы, он такой скотина, найди силы сказать ему в глаза, слушай, как это получилось у вас. Вы же нашли многие люди сказать человеку, где был в карте, сказать ему в глаза. Это круто, а тот, кто сидел и думал себе, а он какой скотин, либо потом обсудил это с другим. Так это заповедь Всевышнего, выполняй ее. И эта заповедь делает тебя вот этим, прямо стоящим. Человек прямоходящий, это его отличает от живота. Дальше, на что похож листочек мир-то? На глаз. На глазик. Так вот это раскрытие, дарование зрения. Что такое зрение? Я вижу, куда я иду. Ноги важно? Важно. Но что важнее? Мозги. Они дают команду ногам, куда-то идти. Так вот, мир, это символ вот этого взгляда, но и нашего духовного взгляда. Я знаю, зачем я живу. Я еврей, я человек из народов мира, я выполняю заповеди Всевышнего, верю в единого Бога, я должен этот мир стал лучше. Если мир вокруг тебя рушится, становится хуже, это большая проблема. Наверное, ты не туда идешь, наверное, глаза у тебя замыленные. Так вот, мы просим Бога, открой наши глаза. Как же жить? Как действовать в какой-то ситуации? Вы знаете, Тора обсуждает все. От воровства до, слушайте, процессов в храме. Почему? Потому что это часть жизни. Бог ничего не убирает. Это удивительная вещь. А на что похожа рова? Народ на устам. И это относится к выражению делает свободными. Когда люди стали свободные в Египте, я вам скажу, 10-го Несана, когда привели себе овечку. А овечка у них была символом божества у египтян. И когда египтяне спросили, а что ты делаешь? А человек ему прямо говорил, плохие вы, уйду я от вас. 15-го Несана, я эту овечку зажарю, съем и уйду. Когда мы становимся свободными, когда человек становится свободным, когда начинает говорить. Вспомните, как вы пришли в синагон. Молча, тихо и спокойно. И вот так, что делать? Что читать? Какая останется? Ну да, похоже? А теперь некоторые из нас могут прям учить, и так круто. Это в какой-то степени свобода. Понятно, что здесь тоже можно переборщить. Но говорить это свобода. Собака свободна или нет? Это далеко нет. Это механическое создание, хотя, как иногда говорят, в ней любви больше, чем в человеке. А человек свободен. Он может управлять собой. Вот это и есть настоящая свобода. Жить по правилам. И, наконец, Бог любит праведников. Это и трох, который символизирует, он похож на сердце. Как раскрывается все в этом мире через эмоции. Эмоции, это важно, но они должны подчиняться разуму. И это символ лулава, который собирается вместе. Каждое действие дополняет друг друга. Ты должен знать, куда идти, как жить. Ты должен знать, что говорить. Ты должен понимать, что Всевышний главный. И поэтому ты должен стоять перед Ним, как солдат Всевышнего. И дальше, при хорошем раскладе, ты станешь как Этро, как праведник. Мы все стремимся выполнять волю Всевышнего. И написано, что, когда мы читаем Беркат Амазон, если вы внимательно читали, вот сейчас в Суке, там есть вставка на Сукот. Написано, что поднимет шатер Давида, падающий шатер, но Фелет, падающий. Когда что-то разрушается, вот дом, если не дай Бог, разрушился, сейчас это очень актуально, на его месте что можно построить? Новый дом. Но это будет совершенно другой дом. А Сука это символ воли Всевышнего. Это еврейский народ. Почему на завод падающий? Потому что праведник семь раз падает, а восемь раз поднимается. Невозможно его никогда разрушить. Уже три, почти три с половиной тысячи лет, чуть-чуть меньше, произошло дарование Торы. Она жива, тысячу лет. Сколько было религий, конфессий, которые появлялись, пропадали, а Тора жива. Так прикоснись к вечному, почитай Тору, открой книгу, которую учили тысячи лет назад и продолжают делать это сейчас. Вы понимаете? Никогда не произойдет уничтожение воли Всевышнего. И символ этому как раз Сука. А то, что мы должны делать, это символом этому являются эти растения. Каббала, нормально пока еще? Ну, не... Сейчас потихоньку подходим там к завершению. Каббала сравнивает эти все растения еще каббалистическим смыслом. Смотрите, лулав самый длинный. И это прямая центральная линия. Все остальное вокруг лулава. Вы знаете, в Каббале есть правая линия и левая линия. Правая линия милосердия, левая линия строгости. Правая линия она длинная. Тфилин, правая линия длиннее, чем левый ремешок, да? А есть центральная линия, на которой находится наш физический мир, Малхут, Царство, и Кетер, Корона, символ Всевышнего, недоступная сила. Так это самый короткий путь. Наш физический мир коротким путем соединен с самим Всевышним. И этим символом является лулав. А основа это есот. Есот на иврите это и есть слово основа. Это праведность. Это символ Йосифа. После этой силы, сферы, идет изливание в этот наш физический мир. Все, что сюда попадает, должно служить только для одного, для раскрытия Всевышнего. Все. И для этого действительно может работать все. Ваша работа, ваша еда, семейные отношения, дети, гуляние в парке, лихаем. Все. В этом удивительный иудаизм и монотеизм. Он не говорит, что подожди, вот здесь надо пойти в храм, там вот святость такая. А то все обычная жизнь. Мы так не говорим. Мы говорим, как? Вот, перед тем, как выпить этот чай, я сказал благословение. Я поблагодарил Бога, я его освятил. После еды я скажу благословение. Мир, сколько веточек мир-то в улаве? Три веточки. И это символ высших эмоциональных свирот, хэсет, милосердие, гвура, строгость и тиферет. Тиферет – это сострадание. Что такое сострадание? Когда я могу почувствовать твою боль? Когда я могу поплакать с тобой? Материал, что-то другое, очень такое. Это мало поможет. Согласен? Согласен? Так вот, я вам говорю о высшей точке, к чему мы должны стремиться. Вот это человечище. Так Бог хочет, чтобы мы могли чувствовать чужую боль, чтобы мы могли сделать потом действие. Потому что просто отмазаться – это круто, но мало. Некоторые даже не отмазываются. На, и пошел. А вот почувствовать боль другого человека – это очень круто. И вот это является мир. А корень этого – в понимании. Когда ты начинаешь думать, бина – это понимание. Когда ты не просто… Бог есть! Это хохма, это хорошая идея, ты молодец, ты это понял. А дальше? Что надо понять? А что же Бог хочет от меня? Зачем же он меня сделал? Чтобы я что? Простите, простите. Ходил в туалет? Пипикака и все. И кушал? Вот этого Бог хотел? Ну, наверное, не только этого Он хотел. Вот это называется понимание. Тогда я начну раскрывать свое милосердие, свое ограничение, строгость, и приду к тому, что начну сострадать, сочувствовать. Со. Приставка – самое главное. А сколько у нас веточек ивы? Две. Это нецах и год. Это более низшие силы. Они есть в нас. Нецах – это достижение цели. А год – это благодарность за достижение цели. Этот символ – Маше – достижение цели. Кто был Маше? Вижу цель, не вижу средства. Сказал Бог – я пошел. Кто такой Аарон? Аарон, который любит людей. Мы не можем исключить одно и пользоваться только одним. И то, и то. Это две наших ноги. Мозг тебе говорит, а ноги идут. Куда? Куда мозг сказал? Куда глаза смотрят? Если ты думаешь о чем-то там, где какой-то бодяге выпить, ну, к сожалению, ноги тебя туда поведут. А если ты думаешь о том, чтобы прийти поучить Тору, а потом пойти налить бесплатного чая здесь, либо в той сеноборке, взять прянище, сесть в сухе, сказать, с наслаждением съесть, сказать, как классно, я жив. Я живу в божественном мире, я жив, и у меня еще и шанс. Ну, Господи, дай мне еще там 30, 40, до 120, обычно мы, да, просим. Это круто. Вы понимаете? Вот это, вот это Ива, Орава. И ее корень соединяется, вот сейчас, как поток. Одно, второе, третье. И ноги куда-то идут, туда, куда пришли. И в конце концов, это Рох. Это Рох, это символ нашего мира. Как раз нашего мира. Это полный ответ на вопрос, зачем этот мир? Зачем? Зачем этот мир создал? Зачем этот мир создал? Зачем этот мир создал? правильно. У нас есть ответ. Нет, нет, у нас есть, стоп, у нас есть четкий правильный ответ. Для чего Всевышний создал этот мир? Для того, чтобы мы построили Богу жилища в нижней пленах. Квартиру для Бога здесь. У нас это универсальный ответ. А дальше есть инструменты, какие? Добрые дела, заповеди и все остальное. украшение заповедей. Вы знаете, что мы любим украшать заповеди. Суку украшаем, филин больше, серебряный стакан, сдакул там больше даем. Бог как будто сверху говорит, ну начни, я тебя прошу, ну выбери жизнь. Помните, как я вот эту фразу выбери жизнь, когда Маше говорит, я ее говорю на разных интонациях. Со стороны, мне так кажется, смотрите, Всевышний сидит сверху, ну сверху это очень так образно, он везде. Он сидит сверху и говорит, выбери жизнь. Иногда он говорит, выбери жизнь. А иногда он говорит, Господи, ну выбери жизнь наконец-то. Вы понимаете, от нас зависит, как он с нами разговаривал. Вы же помните, хочешь поговорить с Богом, молись, да? Хочешь, чтобы Бог с тобой поговорил, открой книжку, почитай Тору. Вот и все. И теперь напоследок, мы с вами стоим в суке, это наш мир, который создан только для радости, потому что несовершенство, точнее, чистое совершенство, которым является Бог, не могло создать несовершенство. Несовершенство мы создаем с успехом сами. Мы стоим в этом мире, берем эти растения, все вместе, нам в дорогах каждый человек, каждая душа, и наша община, это живой пример. Вот реально, терпим до последнего иногда, да, да, и ты стоишь, трусишь этими растениями, куда? В какие стороны света? Во все. Во все. А куда направлен источник, вот эта иголочка, лулава? В небеса. Направлена за эту крышу, сквозь эту крышу, в бесконечность. Эйнсов. Эйнсов, это без конца, это так называется Всевышний в Кабале, вы понимаете? Поэтому, я желаю нам всем, чтобы у нас была сила понять, что вокруг нас Бог, не Бог в этом мире, а мир в Боге. Бог находится везде. И когда человек начинает это понимать, он начинает наполнять волжественность, все свое естество, дома, простите, даже в туалете, когда ты пошел в туалет, и слава Богу, когда у тебя все работает, ты помыл руки после туалета, выходишь, что говоришь? Благословение после туалета. Это очень, кстати, хорошая сгула на здоровье. Поэтому я вам желаю хорошего суккота, раскрытия максимальной радости, пускай Всевышний услышит все ваши мечты, и ведь это скрепляется печать, суккот это последняя подпись приговора, поставит эту печать, ну дай Бог, чтобы Всевышний услышал наши молитвы и дал нам силы, чтобы мы справились со всем неправильно. И скажем Аминь. Спасибо за внимание.